Это фото сделано на Куйбышевском железнодорожном вокзале весной 45-го. Автор военный корреспондент Николай Фиников. В составе 21-й армии вся редакция газеты «Красноармеец» ушла на фронт в первый день войны, где была переименована в газету «Боевой натиск». Военкоры прошли всю войну и дошли до Берлина. На площади славы можно увидеть войну через объектив. Здесь представлено 50 работ наших земляков. Вообще за всю историю Великой Отечественной потратили более 3000 километров кинопленки с лейкой и блокнотом, а порой и под пулеметом, как поется в известной песне. А военные корреспонденты, фотокорреспонденты шли бок о бок с советскими солдатами. Военным фотокорреспондентам порой приходилось откладывать в сторону камеру и брать в руки винтовку. Уникальные кадры на выставке показывают все этапы войны. От начала, когда тысячи солдат покидали отчий дом и шли сражаться за родину, до долгожданного момента Великой Победы и возвращения к близким. Лейтмотивом проходит надежда на светлое будущее и любовь к родине. Очень внимательно рассмотрели материалы, очень внимательно готовили эту выставку. То, что намечали, сделали очень правильно и положительно. Все эти фотографии видел, когда мне показывали эти люди, которых нет с нами, эти фотографии, рассказывали о каждой из них. Им нет цены этим фотографиям и этим людям, которые изображены на них. Авторы этих фотографий – известные советские операторы-документалисты, сотрудники Куйбышевской киностудии, одной из старейших в стране, и фотокорреспонденты. Выставка приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Проект «Война сквозь объектив» реализован по Волжским историко-культурным фондам при поддержке администрации Самары. С радостью о том, что эта выставка состоялась. И у меня сейчас огромное желание, чтобы все жители Самары на этой площади оказались, чтобы они прошли мимо этих фотографий, прочитали эти надписи, посмотрели в лица наших замечательных земляков, замечательных воинов, и еще раз вспомнили о тех людях и о том великом событии, которое мы в этом году отмечаем. На площади славы выставка проработает до 15 сентября. Городские власти задумываются над постоянной экспозицией. Мы вот сейчас рассматриваем, ну, как одну из идей, чтобы над этой темой работать более серьезно, научно, так сказать, практически. Вот из одной из школ, которая у нас в ближайшее время будет возведена в строй, вот сделать музей самарской фотокинохроники с тем, чтобы, так сказать, ребята могли, молодое поколение самарцев, погрузиться в эту работу. На этих 25 выставочных стендах история длиной в 1418 дней, через которые прошла вся страна и все ее жители на пути к великой победе. Мария Левина, Василий Колдашов. События.